Рисковала жизнью, чтобы прокормить семью. Наталья Корнаушенко из Очеретина воспитывает троих детей. Она чуть не погибла, когда во время ночной смены на Авдеевском коксохимзаводе попала под артиллерийский обстрел. С тех пор многодетная мама и ее близкие не чувствуют себя в безопасности. Что мешает забыть ужасы войны, расскажут мои коллеги. Восьмилетняя Вика со старшим братом идут в школу за домашними заданиями. Дорога занимает полчаса, но пугает не время, а опасность. Взрывы слышны из Авдеевской промзоны. Это в 20 километрах отсюда. На отдаленную угрозу дети уже не обращают внимания. Но другое дело, когда под обстрел попадают жилые районы Очеретина. Ты можешь выйти на улицу и внезапно прилетит какая-то пуля. Наталья с опаской отпускает детей из дома. Вячеслав и Вика уже пропустили несколько месяцев занятий. Стараюсь, если стильно слышно, не пускать их в школу. Чтобы дома они были, возле меня. Теперь школу закрыли на ремонт. Лучше в школу ходить, потому что в школе там учителя все объясняют. Мы все понимаем. А дома объясняет только мама. Пока ребенок маленький спит, занимаемся с дочкой. Потом просыпается с сыном. Сейчас Наталья в отпуске по уходу за годовалым сыном. Может быть, вам помочь? До декрета работала на Авдеевском коксухим заводе. Предприятие часто попадало под огонь. В одной из смен взрыв произошел совсем близко. Ночью упала возле окна. И у нас стекла посыпались. Тогда, честно говоря, я думала, что это все. Я не выживу. Особенно за маму переживали ее дети. Приезжаешь и думаешь, все, не поеду. Завтра не поеду. Все. А другого выхода нет. А как детей кормить? Чем? Все испытания Наталья выдержала. А еще через несколько месяцев на работе познакомилась со вторым супругом. Теперь в ее семье царит счастье. Вот только омрачает его война. Вика написала письмо Деду Морозу. В нем попросила не о игрушках, а только об одном. Я хочу у него попросить, чтобы он сделал так, чтобы наступил мир. Семью Карнаушенко поддерживает гуманитарный штаб Рината Ахметова. Мама Натальи и трое детей получают продуктовые наборы. Хорошо, что есть такие люди, как Ринат Ахметов, что он так помогает. Я думаю, у него большое сердце. Волонтеры штаба регулярно приезжают в Очеретино. В этот раз привезли 800 пакетов с продуктами. Помощь очень ждут старики, дети, инвалиды. Почти 12 миллионов наборов выживания выдали мирным жителям в 750 населенных пунктах Донбасса. Инна Жиленко, Ростислав Сысоев, Владимир Конопля для телеканала Донбасс.